Продолжение следует... Мы должны начать с того, что было так тем людям, которых мы должны помнить, к кому мы должны относиться с глубочайшим уважением. Много было написано стихов об этом. Но мы начнем с фильма. Кто-то, может быть, его видел, кто-то его не видел. Мы лет 8 назад попробовали снять такое альтернативное кино, которое называется «Параллельные миры города Эсс». Вы знаете, что город Эсс – это известный город на реке Волга. И мы пробовали этот проект, идея проекта была от Рея Руфанова. Я его здесь поддержал, конечно, потому что проект на самом деле отличный. Мы снимали тех людей, которые остались жить в этом городе Эсс. И мы хотели понять, почему они остались жить в этом городе. Ну, посмотрите, это один из героев. Там можно включать... Капли, дождя, а я все дальше иду, Минуя снарядов разрывы, Перешагиваю моря и форсирую реки в брод. Я на привале в Пильзине, Пену сдуваю с пива И пепел с цигарки стряхиваю У Бранденбургских ворот. А весна меж тем крепчает. ...настолько серьезно, Чтоб в них на обоях Заряли цветы. Она звала полу драматических сценок, В метании молнии имела разряд. Он был улечен в многократных изменах, А также в поездках в другое на моря. Краснее от гнева и вспышек скандальных, Он в бегстве решился себя укрывать. Мыча оправдания, он спрятался в спальне, Закрылся на ключ и упал на кровать. Кричала она, что достигнута точка, Шутки тембром голосов. В стране воспоминаний нет часов. Там вспышками фрагменты стряхивали. Вопреки количеству вреда, Злым словам и личностным потерям, Лучше постоянное чудо ждать, Чем тостливые деньги идут толпой, Ведьма в пятом запоя. Аплодисменты. 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 Жизнь – сумма принятых решений, Их неизбежный результат, Итог намеренных сближений, Их подведенная черта, Бесценный тарь взаимодействий, Великий опыт потея, Проверка доблести и чести В ответ на все события. Это авторские сыры, То есть те, которые производим Гимна мы и по своим рецептам. Они не воспроизводятся, Ну, не сделаны по рецептам Каких-то итальянских сыровар. Молоко откуда? Молоко с арабской, конечно. Вечер, колени. А вот это сыр с голубой пресенью Альмары и сыр Пратта. Такой с клубничкой – это Альмары, А тот, который с виноградинкой – это Пратта. Когда света счастливая горит за окном, Когда удача смелая стучится в трудом, Когда бродишься где-то, В этом городе злых людей, В этом городе, В этом городе, И так манами пиццов, И его души плывут, В этом городе, Жди их в холоде. И ты смотришь вдаль своего окна, И улыбка, чья-то далеке видна, Значит, ты все еще забыта, И у нас средняя карта бита, И мое сердце опять открыто, И ощущения разумные, Но потом сыр я людей, В одном городе злых людей, В одном городе, В одном городе. И негланды за окна, Этот смеющий парод, В одном городе, И в других людей. И так манам пиццы, И в том городе. И в том городе. И в том городе. И в том городе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо! 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 Аплодируйте! Аплодируйте! Спасибо! 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 Аплодируйте! 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 Спасибо! Аплодируйте! 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 Двух очень неплохих книг, детских книг, причем детские стихи, которые назывались «Где зимуют раки» и «День рождения». Я предложу Виктору сейчас прочитать пару, тройку, четверку, потом я тоже парочку скажу об этом человеке еще несколько слов. Или, может быть, Виктор сейчас скажет. Я вообще хотел сказать, что это довольно странная история. Вообще, мы плохо знаем наших соседей. Василь Бронский писал, что мост чувствует как башня небоскреба, в которой не общаются жильцы. И вот, казалось бы, есть интернет, и сейчас есть соцсети, и мы вообще должны знать абсолютно все, что происходит. Но рядом с нами, в нашем городе, живут великие люди, и мы ничего о них не знаем. Ну, то есть, кроме тех, кто занят в какой-то профессиональной сфере, той же, что и они. Вот так говорили, кстати, о Протске. Что Протского все почитают, ну, как Добелевского лауреата, да, но в Америке, где он живет, и вообще в мире, никто его не читает. И его знают только литературы Веры. Вот, ну, и публика широкого его знает просто как Нобелевского лауреата. И вот в нашем городе, например, в нашем городе живет поэтесса масштаба, масштаба экрана, что любит людей. Мы все понимаем, что это не бред. Он любит людей, как любой людоед. Вот такие короткие сети, иронические, да, посмотрите. И это было написано в 80-х годах. Да, ничего, не имеющего отношения к событиям сегодняшнего дня, он тогда в виду не имел. Возможно, предвидел. И еще одно стихотворение на вот эту тему, оно называется «Теледурман». Ранним утром в теле лесте я уже сижу на месте, и, жуя галяжий хрящик, взгляд уставил в теле ящик. У собаки и кота та же теле наркота. И они со всей страной целый день сидят со мной, и из-за этого общения я плююсь от возмущения. Всю квартиру заплевал, а программы валит вал. От экрана на диван простирается туман. Вся страна сидит во мгле на Останкинской игле. Это не снидесятые годы. Надо сказать, что вот эта ироническая или даже там жесткая сатирическая тема, это было не единственное направление его творчества. Я увидел как минимум еще две. Во-первых, это блестящие детские стихи. Блестящие детские стихи. Я вот процитирую стихотворение о ежах. Хорошо живут ежи. Встал, поел, опять лежи. И ни лапой, и к ни лапой не толкнешь, ни зубами не возьмешь. И обходят мимо волки эти острые иголки. Волк вздохнет и скажет. Еж, хорошо, брат, ты живешь. И я прочитаю его лирическое стихотворение, по-моему, которое тоже, в общем-то, является сокровищем лирической поэзии. Осень. Солнце спит за облаками, Шорох листьев под ногами, Ведь недавно было лето, А береза уже раздета, И готовится ко сну. Вот и солнце отсияло, Лес натянет одеяло, И под шум метели снежной, Колыбельной песни нежной, Будет спать и ждать весну. Вы знаете, вот Андрей назвал твадетских сборника, а я вот сейчас хотел... Данюш, помоги мне, пожалуйста. Выдавать на свет таких людей, которых... Стоит этим гордиться. Еще раз знаю, это в 75-й год Несколько слов еще раз было. Олег Николаевич, он в 68 лет Стал членом Союза Писатель России. В 68 лет. Хотя, к тому времени уже печатался во многих журналах, Нила, Москва, Юность, Кубани. Называется «Он хорошего хотел». Он хорошего хотел Не тащить из горяча С пьедестала и вьяча. Разве братцы Ленин гад? Он хвалы достоин. Даже город Ленинград В честь него построен. Нет, не надо его так. Он же ненарочно. И закончил он Юрфа. Все-таки заочно. Муха вредная жужжит, действуя на нервы. Тихо бабушка лежит И не слышит стервы. Я подкрасться к ней сумелу. Втарил, что есть духу. Уху я убить хотел. Он был старухом. Почему я зэком стал? Всех вопросом донял. Срок сполна я отмотал, Но за что не понял. Ленин столько сделал дел, Что мне и не снилось. Он хорошего хотел, Но не получилось. А вот это вот, Тоже вот Андрей написал про него, да, Сокольский, Что если бы Молотко сочинил Только одну человеческую комедию, То и тогда, я уверен, Ему нашлось бы место Среди политических сатириков Не только Советского Союза. Итак, человеческая комедия Инженерный вариант, Я думаю, Вот молодые могут не понять, Но те, которые чуть постарше, Они очень хорошо их поймут. Юр, слушай ее. Я думаю, вот прям, Тоже сейчас понятие. Хорошо? Мама, сказка, Каша, кошка, Книжка, Яркая обложка, Буратино, Крабас, Ранец, Школа, Первый класс, Грязь в тетрадке, Тройка, Двойка, Папа, Крик, Голомойка, Лето, Труд, Колхоз, Солома, Осень, Сбор металлолома, Пушкин, Гоголь, Дарвин, Ом, Ганнибал, Наполеон, Менделеев, Герострат, Бал прощальный, Матистан, Институт, Экзамен, Нервы, Конкурс, Лекция, Курс, Ирвий, Тренировки, Семинары, Песни, Танцы, Тары-бары, Прочность знаний, Чет-ничет, Радость, Сессия, Зачет, Строит ряд, Жара, Работа, Волейбол, Газета, Фото, Общежитие, Взятка, Мизер, Радиола, Телевизор, Карандаш, Лопата, Лом, Пятый курс, Проект, Диплом, Отпуск, Море, Проход, По Кавказу, Был поход, Кульман, Шеф, Конец квартала, Цех, Участок, План по валу, ЖСК, Гараж, Квартира, Теща, Юмор и сатира, Детский сад, Велосипед, Шашки, Шахматы, Сосед, Шашлыки, Рыбалка, Лодка, Райки, Пиво, Вогла, Лодка, Сердце, Печень, Лишний вес, Возраст, Пенсия, Собес, Юбилей, Банкет, Награда, Речи, Памятник, Ограда. Это Олег Молотков, Человеческая комедия, Инженерный вариант, Это наш саратовский поэт. Ну что, Юрий, Наверное, нам нужно поставить сейчас то, что ты готовил. Выставка, вот я вас уже говорила. Вот это, кстати, тетенька из Франции была. А это шестой дом, на набережной я узнаю. Летопись нашей области, нашего города, нашего региона. Это все. Я понимаю, что вы делали это для себя. Но другое дело, что в головах огромное количество людей это существует. И это. Раз. А во-вторых, это вещи, которые для вас требуют, очень много, много, много. Дальше, дальше, дальше. Ну, я родился ответственным. И он был 17 тысяч. Ну, я так, я свой архив, скидывал в этом, в Саратове, и скидываю. А потом уже, когда начал тюнировать, все это делал, ну, открываю, скидываю, скидываю в карте, или там, скидываю в тюрьму. И начинаю выбирать одну, там, может, что, а одну, и вот так вот, набрал, и когда я Барри Малуханову сделал видеомонтаж, говорю, что это, мне уже надоело скидываю в бомбиле. А сколько, ну, что я ему спрашиваю, а что, я бухгал один только, там, кульки человек, где-то там, и когда-то, да-да-да. Ну, можно всего 50, скажем. 50. И тут я уже подумал, а, значит, как же это мне сделать из 17 тысяч 50? И хорошо, что нашел альбом, где написано, были мои фотографии за 20-е, ну, я сам его назвал, просто, мои лучшие фотографии за 20-е годы. Вот это вот все в 20-м году сделал. В том году сделал. А есть и альбом, там, мы испортили, ну, так, и копили, меня испортили, я делал. Так что, вот, снимаю встаю и в 5 утра, вот, в отходе, там, готовим, и ночью вчера, в ночь, в отходе, все выставили. Ну, меня интересует. Работки я начал в 69-м, в 59-м году в газете «Заря молодежь». Была такая областная молодежная газета, которая, вот так, исчезла в 60-м году. А потом армия, что, в 40-м году меня в 20-м году взяли в армию. Все, полчено. Все, я не вспоминаю нашего редактора, думаю, откладывал, что, ну, в смысле, откладывали, откладывали, потом вызывает он мне в пене. Редактор говорит, «Юр, все из-за опы на информацию». Позвонили, сказали, «Все, больше не можем, не можем». Если бы он был 27 лет, то было не было. Ну, я пошел в армию. В армии я служил в ракетных войсках в Моргманске, после Моргманске, в Пскове, в Острове. И занимался там они... А, да, вообще вопрос такой, когда меня брали в армию, то наш капитан Идущик, он на штрафик приехал на пополнение. Он сказал, «Ты не говори, что ты журналист, газеты работают». «Я тебя устрою». Нормально. Служба отличается. Нормально. Ну, и служба получилась. Там не слышно, когда ты говоришь, да, я говорю, «Было, то, то, вот, да». «Нормально». «Да, да». «Вот, отлично, не слышно». И, значит, он мне устроил службу. Приехал я, значит, после молодого бойца прошел, меня сразу же, как говорится, зачистили библиотеку армейскую полка, а потом начали механиком, а потом, значит, разрешили съездить домой за фотоаппаратом или пенокамерой, сделал сильмы ракетной нашей дивизии, это взрывало одно из лучших мест припуске ракет, и после этого, как говорится, был секретарем комсомольской организации батальоны, потом инструктором по комсомолу дивизии, потом делегатом 15-го следа комсомола от Ленинградской области, вот, ну и так службу я прошу, с фотоаппаратом и с пенокамерой, с автоматом только ходил на парады победы, выстраивая и пришел, опять же, к зарю молодежи и в 71-м году, ну, начал печататься в стендеральных газетах «Правда», «Известия», «Комюла», «Ждомлые съездки жизни», и меня взяли в 71-м году в ТАСС, переград на 9-м в 71-м году, в 72-м 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 году, и вот, с 71-го года по 2005-й год, я был фотокорреспондентом «Краска», «Саратовская», «Бенецкая область», объездил всю нашу страну, помимо того, что в Саратове работал, и послал в Москву с Миньки, сделал какие-то репортажи, пейзажем почти что не занимался, певал частную сетью не занимался, когда прекратил снимать пустарные кадры, где улыбающиеся, в советские времена, на переднем плане, там, где-то ярко идет, с ведрами, с молоком, а улыбается, «Жизнь хороша», в 2005 году я ушел на пенсию, ушел, говорится, из кассы, и сейчас, в настоящее время, работаю газетой, была газетой, раньше была печатная газета, взятый взгляд, слышала такая еженедельная газета, сейчас ее нет, ну, сайт есть, взгляд, информ, вот так же работаю, ну, помимо этого работы, ну, сейчас я не бегаю ни на дому, ни на городскую, ни на областную, потому что молодежь пришла в газету на дороге, говорите, пожалуйста, снимаю ответственную съемку, там, типа, портреты, строители, нашего там, или строителя, и занимаюсь своим творчеством. Вот такой маленький... Юрий Набатов, легенда, Саратова, известный саратовский фотограф. Я просто предложу слово Ирины, если хотите покупать, дешево. если хотите помочь фотографу, то это будет очень хорошо, это будет правильно. Ну, Леша, тебе еще два слова. Это была дикая импровизация, я сам не думал, что работаю на першем. Было посвящено запотевшему забралу. Забралу. Забрало потело, забрало криктело, забрало, внедрялось мне в нежнее тело, забрало, забрало все соки и силы, забрало, хватало меня и крутило, забрало такое, оно так не сносо, оно пожирает спирет весной косой, и если оно прилипает мне кружек, то движет руками и лежит тоже. Это коротенько, как я говорил по ворам, я сделал его вольный перевод, немножечко конкурируя с такими авторами как КР, как Вальмонт и прочими. Каждый день ко мне включится птичка мрачное в окно, жизнь без нее хреновая, не открою, never know. А теперь рекламная пауза. 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 Продолжение следует...